Мир всем! Мне сегодня утром прислали открытку на WhatsApp, а я ее сделаю заставкой. И здесь текст очень интересный, я вам сейчас его прочитаю, и мы с вами обсудим его, потому что он многое определяет. Однажды некий антрополог предложил детям африканского племени поиграть в игру. Он положил корзину с кусанными фруктами и сказал, первый, кто добежит до дерева, получит корзину. Когда он подал им сигнал для старта, он был удивлен тем, что дети шли вместе, держась за руки. Они дошли вместе до дерева и разделили фрукты пополам. Когда он спросил у них, почему вы так сделали, ведь каждый из вас имел возможность заиметь всю корзину целиком, дети с удивлением ответили, Убунту. То есть, как можно быть счастливым, пока остальные несчастны? Убунту в их цивилизации означает, я есть, потому что мы есть. Это племя знает секрет счастья, потерянного во всех обществах, которые их превосходят и считают себя цивилизованными. Прочитал, как мне прислали, я вот утром распечатал. И сейчас вот утром, как раз до работы, решил с вами поделиться и рассказать, что выживут, дорогие мои люди. Конечно, верующие, конечно, понятно, это фундамент наш, никто ничего не говорит, но вот сам этот цимус, как говорят, вот потрогать. Кто выживет, объясни мне. И на пальцах, нет, дай потрогать. Вот, можно потрогать физически, вот эта бумажка. Выживут те, кто себя перестроит. В плане отношения к ближнему, простоты, любви, доброты, созидания. Это правда. Потому что на протяжении последних пяти веков, особенно, капиталисты, сатанисты, считаю, это через дефис, это синонимы, сами создавали население, сами придумывали культуру, придумывали моду, придумывали, так называемые, общечеловеческие ценности. Это делается легко. С помощью телевизора это делается вообще, как говорится, элементарно. И каннибализм, эти вот, ну я не буду вам говорить про окно Авертона. Что угодно можно объяснить и придумать. И то, что аборты хорошо, и то, что эвтаназия хорошо, и каннибализм хорошо, и поедание жуков хорошо, и так далее, и тому подобное. Поэтому мы сейчас не об этом. Поэтому пересылайте этот ролик. Мне не нужны ни подписки, ни это самое, как там, ни лайки, ничего, мне этого не нужно. Я, у меня нету ни монетизации никакой. Я все 20 лет работаю ради вас. Работаю. Плохое слово. За работу деньги платят. Я не работаю. Я просто люблю вас. Как мой духовный отец любил своих прихожан. Да и всех, кого Господь к нему приводил. Так и я тоже. Ну, я не такой, как отец. Я мирянин, простой человек. Но я тоже люблю простых людей. Это нас объединяет с ним. И вот все 20 лет я тоже, переживая за вас, делюсь вам, как мне кажется, какими-то, может быть, полезными для вас мыслями. Будем жить. Господь управит. Но, во-первых, конечно, вера. Во-вторых, знание сила. И, в-третьих, вера без дел мертва есть. Вот такими прям цитатами я вам закончу нашу сегодняшнюю встречу. Помогай Господь. Ваш Евгений Лопатин. Ваш Евгений Лопатин.